Насанта, а ты чего такой довольный, я не понимаю? Тебе дали скидку в обывном магазине или Ферран Торрес ушел из Барселоны? Нет, ну что ты, просто я радуюсь отличного начала сезона моей команды, даже с Ферраном. Вообще да, флик пока удивляет. И теперь за чемпионство в Испании будет ожесточенная борьба между двумя командами. Подожди, а кто вторая? Очень смешно. Вот и не смеши, Сашенька, это явно не сезон Реала, в чем мы еще раз убедимся сразу после предстоящего матча. Слушай, Саня, давай вместе посмотрим Эль Классику. Или ты не хочешь при мне смотреть, как Барселона сделает Реал? Да я бы с удовольствием, но в это время буду в дороге. А, так ты посмотришь матч только в повтор? Почему? Я без проблем увижу, как Барса проигрывает, ведь Эль Классика и лучшие спортивные матчи можно смотреть на Кинопоиске в эфире Матч ТВ с любого устройства. Я, например, буду смотреть игру на телефоне. Кстати, это совершенно бесплатно, так как большинство трансляций входит в базовую подписку Яндекс Плюс и не нужно ни за что доплачивать. Кроме того, у Кинопоиска очень удобный и надежный плеер с высоким качеством трансляций, в том числе HD, а благодаря режиму «Картинка в картинке» его можно вынести в отдельное окошко на экране смартфона, чтобы параллельно пользоваться другим приложением, ну или слушать матч как аудиотрансляцию, если ты на ходу. Слушай, ну это реально круто, это очень удобно. Да-да, а еще есть возможность делиться подпиской с членами семьи и друзьями. Добавить можно до трех человек. Друзья, если и вы хотите всегда иметь доступ к прямым футбольным трансляциям прямо в своем телефоне, то можете воспользоваться нашим промокодом «Эль Классика», благодаря которому новые пользователи получат 45 дней Яндекс Плюса в подарок. Ну а мы с пассантом начинаем обсуждение «Эль Классику». «Вамос!» «Классика» выиграет Барселона, и первая причина – стабильная игра на старте сезона. Каталонцы – одни из лидеров европейских чемпионатов по набранным очкам. «Флик» быстро выставил систему, работающую даже в условиях дефицита игроков. Нашел классное решение с молодыми Берналем и Касадо в проблемном центре. И даже потом, когда выбыл Берналь, все равно ничего не сломалось. Устойчива команда и ментальная. Единичные неудачи Барса не замечает, и после них спокойно выносит следующих соперников. После «Монако» выиграли 5-1 у «Вилли Реала», после «Асасуны» 5-0 у «Янг Бойс». Классика выигрывает «Реал», и первая причина – оборона Барселоны. Каталонцы со своей высокой защитной линией очень много позволяют соперникам. Заметно больше должны были пропускать от «Вилли Реала», провалили матч с «Асасуной». На ровном месте в самом начале игры схватили удаление с «Монако». А ведь у «Мадрида» впереди еще более быстрые ребята. Да и на «Братаре» надежды мало. Вытащили с пенсии Щенсенова, лишь бы не ставить пенью. У «Мадрида» чуть ли не каждый игрок способен на плотный дальний удар. Каждый из которых может пустить или растренированный поляк, или испанский привозчик. Вторая причина – убийственное трио нападения. «Ямаль», «Левандовский» и «Рафинья» – самая результативная атакующая тройка Европы в этом сезоне. «Лева» наконец-то снова форвард штрафной. Вернул потрясающую физическую форму и высоединился с тренером, при котором играл на уровне обладателя золотого мяча. «Ямаль» продолжает свою тенденцию с «Евро», совершая голевые действия практически в каждом матче. «Рафинья» показывает лучший футбол в жизни и уже стал капитаном команды. А если и Уольма наберет форму, это будет вообще смертоносный квартет. Вторая причина – физика «Реала», особенно в центре поля. Против хиленьких полузащитников «Барселоны» выйдут настоящие мадридские гренадеры. Беллингем, Чуамини, Камавинго и Вальвердо могут просто выжечь всю среднюю линию, за счет которой «Барса» собирается встроить игру. Да и в центре защиты у «Реала» мощнейшая пара «Рюдегер» и «Милитао». Второй сейчас в особенно хорошей форме. Ветеран Ливандовский и любящий смещаться в центр юный «Ямаль» столкнутся с сопротивлением, которого еще не встречали в этом сезоне. Третья причина – проблемы «Реала». Сейчас у «Сливочных» невероятно разбалансированная команда. В атаке никак не могут сыграться «Венисиус» и «Мбапе». У французов всплыла еще и мутная история с изнасилованием. В полузащите сказался уход кросса, не хватает мысли. Посмотрите на основные линии передач в матче с «Лилем». Английская «Ю». Они будто забыли, что такое центр поля. Пасовать некому. Даже магия куда-то исчезла. Упустили победу с «Мальоркой», пропустили в добавленное время от «Атлетико», влетели там уже «Лилю». Раньше в таких ситуациях «Реал» почти всегда забирал свою. Теперь все чаще выпускает. Третья причина – умение «Реала» ломать игру. Мадридцы не дают показывать свой лучший футбол системным командам. То оборона в очередной раз выдаст суперперформанс, то Куртуа поймает кураж, как в матче со Штутгартом, то атака, где каждый стоит больше сотки, сообразит гол из ничего на индивидуальном мастерстве. У «Реала» огромный опыт успешных матчей с топами за счет рваного темпа, реализации в ключевых моментах, да и просто футбольных хитростей. В «Барселоне» для победы нужно быть сильнее «Реала» все 90-е минут матча и надеяться, что «Сливочным» не повезет. Четвертая причина – прессинг и готовность. «Барса» в числе лидеров в топ-5 лиг по показателям интенсивности прессинга и количеству отборов на чужое третье поле. Команда летит в атаку и всегда старается добить соперника, чего не было при «Хаве» в прошлом сезоне. Яркий пример – матч «Жирона», где «Барса» просто растоптала участника Лиги Чемпионов. У «Реала» из игроков, способных справиться с таким давлением и разбивать прессинг умными передачами, остался только престарелый Модрич. Но выдержать 90 минут безумного давления и темпа молодой команды «Флика» в 39 нереально. Четвертая причина – глубина состава. В лазарете «Барсы» ключевые игроки – основной вратарь и лучший защитник. Только набирают форму Де Йонг и Гави, а в атаке нынешнюю тройку просто некем заменить. Хоть «Ямаль» уже и устал, и приехал раньше из сборной. Единственный матч, в котором удалось провести ротацию, проиграли Асасуни. Красноречивый показатель уровня – скамейки. У «Реала» значительно больше футболистов, которые могут выйти на поле и перевернуть игру. Например, наглый Эндрик или изящный Гюлер, а на месте Карвахали сыграет Вастис, главный герой прошлого классика, между прочим. Пятая причина – «Барса» на пике. Сейчас самое подходящее время для встречи с «Реалом». Соперник никак не может наладить игру, а команда «Флика» наоборот на подъеме и по-футбольному, и психологически. Все ключевые компоненты игры – топ, атака, божит, остальные линии в целом тоже в порядке. Даже вратарскую проблему оперативно решили. В центр, кроме Ольма, должны вернуться Фермин, Гави и уже восстановился Де Йонг. Так что у «Флика» будет еще и выбор. К тому же «Барса» устроит и ничья. «Реалу» придется раскрываться, а «Каталонцы» в этом сезоне еще и в контратаках. Убийственно эффективны. Ну и пятая причина – текущие обстоятельства. Матч пройдет на Бернабеу, где «Реал» в последний раз проигрывал аж в позапрошлом сезоне. У «Барселоны» кто бы что ни говорил про готовую систему, команда все еще строится. Проблемы с ротацией усугубляются жестким календарем. Классика станет для «Каталонцев» третьей игрой всего лишь за 7 дней. Только три дня назад был сложнейший матч с «Баварией» и вот теперь выходить на «Реал». А молодежь, как мы знаем, нестабильна. Плюс у «Мадрида» есть дополнительная сверхмотивация. Именно в «Классика» они могут повторить рекорд в «Барселоне» по матчам без поражений в «Ла Лиге». Квассант, вот мы сейчас приводили какие-то аргументы, спорили, но в целом ведь любая классика – это вне контекста, может произойти все, что угодно. Хотя нынешний матч, я уверен, будет классным и реально интригующим. Такие классика мы любим. Не знаю, я больше люблю те, в которых «Барса» жестко наказывают. Слушай, ну когда такое в последний раз было? В последнее время все наоборот. Да и сейчас, я думаю, «Реал» выиграет, а у «Барса» после этого все посыплется. Ага, как песок из «Модрича», Саш. Вообще, мне интересно, что в команде, совершившей главный трансфер эпохи, за креатив отвечает один сорокалетний, простите меня, дедушка, при всем уважении? Но скоро все наладится, все сыграются. Пап Карло разберется. Думаю, классикой станет переломным моментом сезона. Кто считает так же, голосуйте за меня. А «Барселона» пусть пока разберет свой трактор и попробует починить все нерабочие рычаги. Ой, Саш, на этом тракторе мы и переедем в ваш «Реал». Кто согласен, выбирайте меня. Ссылочка на голосование внизу, в описании. Васанк после 10 матчей снова надел огромный синий гранат в розовые очки и закричал о возрождении «Барселоны»! Балан! И Саня жалеет, что выпуск заканчивается. Ему опять придется скрывать, что он фан «Реала Журавлев». Пока! Погоди, я ничего не скрываю в целом. А, вот, нормально, он уже даже не скрывает. В смысле, я хотел сказать? Глор, блин!